Примерно час Татьяна Труфанова простояла на углу социалистического проспекта и улицы Молодежной. Прохожих в это время было немного, не все даже поворачивали голову к плакату. Татьяна считает, это происходит из-за неверия людей в собственные силы, поэтому она написала именно такой текст. Кстати, менять место пикета на другое, более людное, женщина не собирается. К примеру, отвергла предложение встать у городской или краевой администрации, так как это не политический вопрос. И все-таки некоторых пикет привлек. Один мужчина даже поговорил с Татьяной. Ему было в свое время интересно, насколько загрязнен здесь воздух. Он взял специальный прибор и измерил, 4,5 раза превышает уровень КПД, в 4,5. И он говорит, если сквера здесь не будет, то будет вообще очень все грустно. А полицейские как отреагировали? Полицейские отреагировали очень дружелюбно. Они сказали, что просто они составят рапорт, сделали мои фотографии, записали имя и пожелали удачи. В городе, в принципе, скверов нет. Даже желательно побольше парков, скверов побольше. А вот Галина Абрамова живет рядом со сквером. Она считает, если появится гостиница, жильцам ее дома негде будет даже прогуляться. Кстати, бороться за сквер эта женщина начала еще летом. Она же сообщила, что в выходные был еще один одиночный пикет. За сохранение сквера выступал мужчина. А сегодня Галина Абрамова сама поддержала Татьяну Труфанову. Позже плакат взяла еще одна жительница Барнаула. Продолжит ли Татьяна сплачивать людей ради сохранения сквера, она пока сказать не может. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.